Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу об одном из секретов в китайской медицине, который позволяет укрепить здоровье и, как утверждают китайские специалисты, продлить жизнь. Итак, для того, чтобы жить долго и счастливо, и иметь достаточно сил в старости, существует следующий способ. После каждого приема пищи, как утверждают китайские специалисты, нужно проходить минимум 100 шагов. В чем тут дело? Я постараюсь вам объяснить. Итак, с точки зрения восточной медицины, когда пища попадает в желудок, там начинается процесс пищеварения, который мы с вами очень хорошо знаем. И, кроме того, в результате этого процесса происходит всасывание питательных веществ в кровь. Но самое главное, китайцы сравнивают желудок с котлом, в котором происходит вот этот процесс пищеварения, в результате которого самое главное образуется так называемая жизненная энергия, или ЦИ, как она называется. И по определенным каналам, по внутренним коллатералям и внутренним путям она распространяется на все внутренние органы. И таким образом происходит питание тела. Что же происходит, если после еды, да, то есть происходит выработка вот этого большого количества энергии, да, во время ходьбы происходит приток крови и приток энергии к стопам. Так, на стопах у нас находится, я вот здесь сейчас вам покажу, на стопах находится в самом центре, вот здесь, вот если мы от пятки, да, начнем двигаться по направлению к пальцам, то мы попадем в такую ямку, вот здесь. И если мы ее начнем нажимать, то мы обязательно почувствуем боль, то есть такие неприятные ощущения, то есть чувство ломоты и тяжести. Это говорит о том, что мы с вами попали именно в точку. Что это за точка? Это точка, первая точка канала почек. Вот по международной номенклатуре она обозначается буквой R, да, и номер ее 1, то есть индекс. Называется она по-китайски, это Юн Цуань. В этой точке происходит, эта точка наполняет как бы меридиан почек. Мы знаем из курса восточной медицины, что жизненная энергия или жизненная эссенция, китайцы называют ее Цин, она находится именно в почках. Таким образом, вот эта вот процедура, когда человек поел и после этого начинает ходить, и наполняет энергию, значит, первую точку меридиан почек, таким образом он восполняет энергию почки и способствует накоплению растраченной вот этой жизненной эссенции или Цин. Считается, что Цин, количество Цин, от ее количества зависит продолжительность жизни человека, и он ее получает в момент зачатия, так, то есть от энергии матери и отца, и от количества вот этой вот составляющей, так называемой жизненной эссенции, и зависит продолжительность жизни. Так вот эта вот процедура, это правило, она способствует, во-первых, укреплению и восполнению, что самое главное, восполнению этой жизненной эссенции, то есть Цин. Вот. Так это или нет, рассуждать трудно, по крайней мере, эти знания достаточно. Древние интерпретировать тоже очень трудно. Вот. Поэтому будьте нисходительными. Это то, что мне удалось узнать, то, что эти знания я получил, находясь на обучении в Китае и в других странах. Вот. Тем не менее, достаточно простое правило, и, как утверждает китайский специалист, оно работает. Поэтому нам ничего не мешает это проверить на себе. Таким образом, будьте здоровы, счастливы, пользуйтесь вот этим правилом, ходите пешком после еды, в общем-то, сложного здесь ничего нет, и наслаждайтесь своим здоровьем и долголетием. Всего вам доброго, ставьте лайки, пишите комментарии, с удовольствием на них на всех отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok